приветствую всех на своем канале на этом уроке мы начнем вязать рукав для кофточки которую я показываю по мастер-классу желтенькая золотистенькая то как я назвал так мы набираем сейчас 38 петель и будем вязать резинку будем вязать рукав снизу так вы набираете я набираю 38 петель мы провязали 38 петель набрали так начинаю вязать резинку один на один который не растягивается мы ее уже вязали вы же знаете как ее вязать я напоминаю 1 снимаем изнаночная провязываем как лицевая снимается изнаночная снимается опять изнаночная первый ряд снимаете изнаночная снимается изнаночная получается получается первом ряду вы так снимаете лицевые а изнаночные провязываете вот опять лицевая снимается провязываем изнаночная так до конца ряда так я медленно показываю так провязали мы первый ряд хвостик длинный тут остался мы его обрежем потом так следующий ряд вяжем как резинка один на один так 1 снимаете из изнаночная лицевая лицевая изнаночная лицевая и так до конца ряда вяжем как резинка один на один лицевая изнаночная лицевая изнаночная это четный ряд постоянно так быть и вязать и так и 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 так провязываем и 2 ряда резинки теперь будете повторять резинку с первого ряда изнаночную провязываете лицевые снимаете так будете повторять 3 будет как 1 4 будет как 2 и так далее повторяется рисунок с первого ряда 1 2 ряд повторяется и так будете резинку вязать высотой на рукаве я обычно вяжу высотой два с половиной сантиметра кто хочет повыше чтобы была резинка можете повыше кто поменьше значит поменьше и но в среднем я вяжу два с половиной для такого ребенка это кофточка на полтора на два годика я напоминаю так продолжайте вязать резинку два с половиной сантиметра почему я здесь набрала здесь мы резинку набрали 38 сантиметров 38 петель это 13 половиной сантиметра ну 13 сантиметров я измерила у ребенка запястья и у меня так получилось вы можете по своему ребенка померить вяжите резинку продолжаете обязательно измерьте длину рукава и ширину рукава я обычно меряю ширина рукава в районе локтя и вверху окат лукава вверху руке тоже менее так вяжем продолжаем вот мы провязали резинку высотой два с половиной сантиметра теперь мы вяжем основной рисунок который на кофте сначала мы идем повторяется рисунок через восемь рядов попозже тогда уже через четыре ряда вот начинаем вязать так 1 изнаночная 1 снимаем 2 изнаночная сейчас вяжем резинку 2 на 2 2 лицевых 2 изнаночных 2 изнаночных 2 лицевые так 2 изнаночные 2 лицевые и так вяжите до конца ряда 2 изнаночные 2 изнаночных 2 изнаночных лицевых последняя как обычно изнаночная следующий раз следующий ряд повторяете смотрите какой рисунок по рисунку и вяжите вот одно сняли здесь лицевая петля мы вяжем ее лицо здесь 2 изнаночные вяжем изнаночные здесь 2 лицевые смотрите по рисунку и вяжите получается тоже резинка 2 на 2 в основе этого рисунка лежит резинка 2 на 2 я вам говорила но здесь правильно надо провязывать петли чередовать две петли 1 с наклоном то влево то вправо довязываем ряд так довязали мы следующий теперь уже начинается рисунок основной так 1 снимаете 2 изнаночная 2 где 2 лицевых вы провязываете вот 2 лицевых 1 и 2 провязывайте сейчас 2 вместе 1 с наклоном вправо вот я и так я вот так и брала так теперь 2 изнаночные вот с наклоном вправо вот так берется видите эти две не вот так а вот так 2 1 накид не забывайте делать накид так накид не забывайте повторяю так 2 вместе провязываем с наклоном право 1 1 петлей накид и 2 изнаночные и так вяжите этот ряд вот мы довязали ряд теперь четная сторона то есть изнаночная вяжется как резинка 2 на 2 то есть вот 2 изнаночные 2 лицевых смотрите по рисунку там где лицевые лицевые где изнаночные изнаночные где накид делали провязываете тоже изнаночной они и в сторону вы помните что найти Esчинка если заканчивается может быть THEYамеет reserve к 페ицу или например но Norbertiritual то есть длинный доставка такой dimension или нажать перенаani бр psychiatristовой вы Pas's ещё раз я уже с därником так теперь следующий ряд провязываете 1 снимаете следующая изнаночная сейчас провязываете 2 лицевые 2 изнаночных и следующий ряд тоже четный тоже будете так вязать по рисунке где лицевые там лицевые изнаночные изнаночные то есть как резинка 2 на 2 мы уже это вязали вы уже в курсе вяжите до конца обратную сторону вяжите как я говорила же 2 на 2 2 изнаночные 2 лицевых до конца ряда вяжите так следующий ряд снимаете 1 1 изнаночная теперь так как тут дырочка была вот слева теперь мы дырочку будем справа делать рисунку делаем накид 2 вместе петли с наклоном влево теперь 2 изнаночные накид чтоб дырочка уже тут получалось здесь теперь здесь то есть они вот так идут уже вязали знаете так говорю кто присоединился так теперь накид 2 вместе с наклоном влево 2 изнаночные накид 2 вместе петли провязываем одной с наклоном влево так и так вяжите до конца ряда так довязали ряд теперь мы рисунок же повторяется сейчас мы опять 2 лицевых 2 изнаночных провязываем и четная сторона точно так провяжите то есть у нас получится восемь рядов через восемь рядов будете повторять рисунок с первого ряда вот сейчас мы вяжем 2 2 лицевые 2 изнаночных резинка как резинка 2 на 2 так повторяете рисунок говорила же через 8 рядов теперь измерть и измерили ширину за охват запястья руки теперь нам надо измерить длину рукава вы измерили я измерила 29 сантиметров у ребенка и в районе верхней части руки тоже объем измите у предплечье это получается я измерила 19 сантиметров добавьте еще сантиметра 2 на свободное облегание так как вверху руки получилось 19 плюс 1 я добавила полтора сантиметра училась 20 половиной и здесь у меня получилось 13 с половиной внизу запястья то получилось что я посчитала меня вышло 50 петель у меня получится ширина рукава верхней части для этого я должна обязательно добавить еще петли так как здесь у меня было 38 петель мы набрали она до 50 вверху рукава значит 12 петель мы должны добавить 12 петель мы добавим 6 петель с одной стороны то и здесь и 6 петель будем добавлять здесь будем добавлять постепенно среднем добавляйте через два сантиметра по петле с этой стороны и справа слева я сейчас покажу как добавлять петли и вы будете сами добавлять по одной петли 1 снимаете петлю я смотрю здесь здесь я вот добавляю здесь идет изнаночная петля значит я изнаночной вот видите как я добавлю вот видите нитка между этими двумя я вот сюда и добавляю видите все и следующий провязываю изнаночной вот получилось было 2 петли 103 следующие смотрите рисунок вяжите дырочка здесь значит мы должны сейчас 2 вместе провязать с уклоном право и накид делать теперь 2 изнаночные теперь опять 2 вместе провязываем с уклоном право накид 2 изнаночной так вяжите до конца ряда по рисунку так вяжем так мы доходим этот ряд до конца мы две вместе провязали накид сделали теперь изнаночная 1 вот идет и мы опять петли добавляем добавляем ее изнаночной смотреть какая должна быть петля ты добавляете и лицевая ли изнаночная по рисунку то есть два на два должно идти вот подхватываете сюда вот между этими двумя петлями и провязываете вот мы провязали и последнюю изнаночной провязали вот мы добавили здесь одну петлю и здесь добавили одну петлю и так вяжите 19 сантиметров от резинки 19 сантиметров рисунок идет сначала такой а потом смотрите по спинке вот мы вязали по полочкам потом он переходит в 1 на 1 через 4 петли переходит и мы будем добавлять петли через каждые два сантиметра добавляйте петли по одной здесь и здесь в итоге у вас должно провязать вы должны 9 19 сантиметра до проймы и потом будем про ему же спускать 19 сантиметров до проймы и уже вас должно быть не 38 петель а должно быть получится 50 то есть 12 петель вы добавите 6 с одной стороны 6 другой всем привет на этом ромке мы продолжаем вязать рукав мы дошли до оката рукава сейчас будем делать окат рукава или спуск рукава для этого мы будем сейчас должны снять 15 петель мы будем снимать у нас уже здесь на левой спице 50 петель за счет того чтобы мы набрали здесь добавляли по 6 петель с двух сторон то есть было 38 12 добавили по 6 5 из двух сторон нас получилось 50 петель снимать будем таким образом сейчас снимем сразу 4 петли то есть мы снимем 4 петли провяжем 4 петли одной то есть при этом снимется 3 петли 4 петли вместе провязываем и и одна петля остается на правой спице смотрите как так одно снимаем вторую мы провязываем изнаночной так провязали теперь провязываем 4 петли 1 вот мы взяли 4 петли вы видите мы провязываем 1 петлю подхватываете и 4 1 вот мы их провязали получилось 4 петли 4 1 значит 3 петли уже убавились 4 минус 1 которая осталось на правой спицы дальше мы идем по рисунку изнаночная пель накид 2 вместе с наклоном влево 2 изнаночные как обычно мы вяжем этот рисунок и и и и и и и и и так вяжем до конца ряда на лицевой стороне мы будем убавление делать и на изнаночной стороне вот сейчас мы первый ряд этот ряд довязываем до конца мы при этом убавили здесь 3 петли то есть 4 провязали 1 вот убавили доходим до конца ряда последнюю провязываем изнаночной и теперь на изнаночной стороны стороне мы точно так убираем то есть провязываем 4 петли 1 то есть добавляем 3 петли вон только на изнаночной стороне так 1 снимаем крайняя здесь предпоследняя на лицевой изнаночная на изнаночной лицевая теперь мы берем 1 2 3 4 петли и провязываем уже на изнаночной стороне изнаночной петлей вот так поняли на лицевой лицевой она изнаночная изнаночная и дальше вяжем по рисунку 1 изнаночная как видите так и вяжите 2 лицевые 2 2 изнаночные 2 лицевых опять то есть идут чередуются изнаночные лицевые изнаночные лицевые так вяжите до конца ряда так связываем так мы сняли провязали с одной и с другой стороны уже по 4 петли 1 теперь мы следующие будем снимать провязывать теперь будем 3 петли 1 то есть при этом 2 снимется точно так делаете снимаете одну 1 изнаночная 3 петли лицевой на лицевой стороны лицевой провязываем 3 петли вместе одной лицевой провязали дальше по рисунку так минуточку сейчас мы посмотрим здесь рисунок видите как так здесь будет смотрите прежде чем я не обратил внимание сейчас он подскажу так сейчас у нас рисунок будет дырочка с слева и мы вот и должны обязательно посмотреть так если мы сейчас снимаем 3 петли 1 и сделать провязывая 3 петли но такого у нас у нас будет тут дырочка видите должна быть дырочка и накид идет сразу значит мы должны сейчас провязать 44 мы провязываем так петли и делаем накид и из-за того и получилось у нас мы снимаем только как бы две петли 1 мы вытянули вот 1 и 1 накид делаем дополнительная петля получилось из 4 2 2 петли поэтому снята вот дальше мы вяжем уже по рисунку изнаночные 2 здесь опять теперь уже две петли провязываем 1 и накид смотрите чтобы обязательно эти дырочки вот так чередовались вот так так и вяжите так до конца вот мы провязали ряд до конца теперь переворачиваем на изнаночной стороне точно так смотрите так снимаете одну петлю 1 лицевая и снимаете тут смотрите внимательно изнаночной 3 петли 1 2 3 1 провязали 3 петли 1 дальше вяжите по рисунку 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные так до конца ряда вяжите так связали теперь перевернули на лицевые стороны теперь петли будете снимать 2 провязывать 1 то есть получается каждой стороны будет сниматься по одной петли 2 1 будете провязывать как таким же методом как я вам показывать вот сейчас я вам говорю одно снимаете 1 изнаночная на лицевой стороне 2 1 провязали и смотрите работаете теперь вяжите по рисунку тут 2 изнаночные получается теперь накид 2 провязываем 1 с наклоном лево 2 изнаночные и так до конца ряда довязали мы ряд теперь с изнаночной стороны точно так снимаем 2 петли 1 провязываю при этом снимается значит на петли 2 1 1 снимаете 1 лицевая петли 1 с изнаночной стороны изнаночными снимаете так 2 вместе 1 вот мы сняли теперь по рисунку изнаночные 2 2 лицевые 2 изнаночные и так до конца ряда вот мы провязали теперь будете вязать вот мы сняли тут и на изнаночной на лицевой стороне по 2 петли 1 провязали по 1 петли теперь мы будем еще ряд провяжем лицевой изнаночный рисунок потом будете снимать так будете вязать через два ряда снимать по одной петли до 34 петель пока останется на спице как только останется 34 петли на спице на левой то будете убавлять как мы убавляли каждый ряд по одной петли поняли то есть 2 провязывать одной собой в сторон так начинаем вязать так дальше вы продолжаете слева и справа сбрасывать по одной петли то есть провязывать с каждой стороны по две петли 1 до тех пор пока на левой спице не останется 22 петли вяжите вот мы провязали на левой спице нас с 22 петли теперь мы снимаем таким образом мы будем снимать по две петли 1 вот так раз опять 2 1 2 и так продолжаете до конца ряда так мы провязали по две петли снимали 1 изнаночную сторону вяжите таким образом так первые вы снимаете вяжите изнаночную снимаете опять по 2 петли вместе 2 петли вместе 2 вместе до тех пор снимаете каждый ряд по 2 петли пока у вас на спице не останется 3 петли следующий ряд мы опять снимаем по 2 петли 1 3 вот у нас осталось 3 петли которые я вам говорила вот они видите рукав как будет вот так все а эти три петли без разницы с какой стороны она получится изнаночная с лицевой вы просто берете и снимаете одной петлей вот мы снимаем две три петли вот берем и снимаем одной петелькой секундочку нитка вот захватили и сняли все потом мы обрежем ниточку вот у нас получился вот такой у нас будет рукавчик видите вот у нас вышло сейчас я вам дам его крупным планом вот у нас получился рукав смотрите я вам поближе и даю так вот это как от рукава идет по пройме все точно такой рукавчик сами вяжите по такому образцу потом в следующих уроках покажу как дальше обрабатывать шабы воротник спасибо за внимание рада что вы заходите на мой канал всего доброго до свидания не забывайте подписываться еще раз благодарю и до свидания